Потому что, да, получается, что мы как бы свято чтим этот договор и выполняем все эти пункты. А что касается части или доли Азербайджана, который должен также выполнять все эти пункты данного договора, они как бы или не хотят, или специально затормаживают вот этот процесс. И опасность войны всегда есть. И я думаю, что пресечь это мы можем, только усиливая нашу армию и перевооружая нашу армию. Просто Азербайджан и Турция, заранее зная, что все дороги и все коммуникации в регионе будут открыты, они уже блефуют и как бы для внутренней аудитории, для своих жителей. Они говорят, что вот мы какие воинственные, что побоялись нас и открыли все дороги. Власти Армении и, в первую очередь, Министерство иностранных дел должны делать все, чтобы не позволять ни России, ни Канаде сделать из территории Армении как бы такой плацдарм, где оба этих государства и сверхдержавы могут столкнуться. Добрый день. В эфире Рябунг ТВ. У нас в гостях член Евразийского экспертного клуба Григорь Баласанен. Добрый день, Григорь. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. Спасибо за приглашение. Пришли в нашу студию. Вот на днях недавно состоялось очередное заседание по трехстороннему соглашению в Москве. И вот вы, как эксперт, как оцениваете его результаты? Потому что были оценки, в общем сказали, что есть продвижение, но какие, что непонятно. Да, у правы. Была последняя встреча, но я надеюсь, что не последняя. Ну, последняя встреча была по трехстороннему формату, по урегулированию Нагорно-Карабахского и вообще армяно-азербайджанского конфликта и по вопросам демаркации, делимитации границы Армении и Азербайджана. И во время этой встречи, в частности, стороны выступили с заявлениями, что есть конкретное продвижение в вопросе урегулирования и в вопросе окончательного подписания вот этого договора о демаркации и делимитации. И по их словам, вопрос железной дороги, которая будет связывать Армению с Азербайджаном и с Россией, как бы решен или почти решен. И идет вопрос о окончательном решении вопроса сухопутной дороги через Армению в Азербайджан и Россию или той же дороги, которая будет связывать, например, Нахичеван с остальной частью Азербайджана. Но какие конкретные результаты достигнуты, пока что, в принципе, нам недоступно, какие конкретные решения были приняты. Но, судя по интенсивности переговоров, я думаю, что в ближайшем будущем вопросы и конкретные решения этих вопросов будут достигнуты. То есть, в ближайшем будущем вы считаете, что мы уже близки от подписания какого-то окончательного? Ну, судя по выступлениям сторон, которые принимали участие в этой трехсторонной встрече, как бы мы близки. Но насколько близки, пока что неизвестно. Но я надеюсь, что по этому направлению работа ведется, и в ближайшем будущем мы увидим конкретный результат. На недавней пресс-конференции премьер Фашинян говорил о том, что нужно будет сдать села, которые находятся там в Бердзоре и другие два села. Как вы считаете, это уже окончательный решенный вопрос или там, возможно, какие-то все-таки еще изменения? Потому что мы знаем, что население этих сел против. И в трехстороннем договоре, в принципе, ничего не сказано о том, что нужна перелокация этих сел. В договоре 9 ноября, пункте 6, параграф 2, если я не ошибаюсь, там есть такая формулировка, что в течение трех лет город Бердзор, ну, так там написано, что в течение трех лет будет построена альтернативная дорога, которая свяжет Армению с Арцахом, и русские миротворцы будут передистанцированы туда, чтобы там обеспечить безопасность проезда по этой дороге. Ну, да, там конкретно не написано, что город Бердзор и два этих села будут сданы, но если судить, если читать между строк, то получается, что если российские миротворцы будут передистанцированы в новую дорогу, и что через вот этой новой пути, новой магистрали будет связь Армении с Арцахом, получается, что город Бердзор и две села, которые находятся на старой дороге, как бы переходят под контроль Азербайджана. В принципе, так получается. И здесь уже второй вопрос, а куда будут перемещены, переселены наши соотечественники, которые на сегодняшний день живут в городе Бердзор и в этих двух селах, которые находятся на дороге, связывающей Армению с Арцахом. Вот это, я думаю, что главный вопрос. И еще второй момент. Там я, несколько дней назад, было выступление президента Арцаха Арайка Арутюняна, который заявил, что ни в коем случае российские миротворцы не должны проводить осмотр машин, которые будут передвигаться по новой дороге. Здесь возникает вопрос, а в чем причина, что, например, машины не будут быть осмотрены, и кто будет обеспечивать безопасность проезда, потому что там 5 или 6 километров дорога идет по нейтральной полосе. То есть там нейтральная зона ни Армения, ни Азербайджан. Не ясно, а если там будет ЧП, а если там будут ДТП, если будут стрелять, кто за это будет в ответе? Вот есть вопросы, на которых до сих пор мы не можем найти ответ. Но я думаю, что в ближайшем будущем эти вопросы будут решены, и мы наконец-то узнаем все конкретные детали, которые касаются новой дороги. Ну, во всяком случае, если я не ошибаюсь, вот в трехстороннем вот этом заявлении 9 ноября там сказано также о возвращении беженцев. То есть там это предполагает, что и возвращение армянского населения может быть. То есть немножко противоречит, почему армянское население должно уходить, если там есть пункт о возвращении беженцев. И еще такой момент. До сих пор мы видим, что армянская сторона, она постоянно как бы идет на уступки, постоянно все сдает. То есть ожидать, что как-то защита армянских интересов от этих властей мы не можем. То есть все будет так вот сдавать-сдавать, как Азербайджан хочет. А чем больше сдает, тем больше аппетит у Азербайджана. Смотрите, здесь есть несколько нюансов. Когда премьер-министр говорит, и вообще правящая элита Армении говорят, что мы сдаем те территории, которые не входили в состав НКР. Здесь возникает второй вопрос, о котором вы только что упомянули. А что станет с территории НКР, часть которого сейчас находится под оккупацией Азербайджана? Речь идет о городе Шуши и районе Шуши, и городе Гадрут, и вообще о 45 селах Гадрутского района. Если мы говорим, что беженцы должны возвращаться в свои места проживания, то непонятно, почему власти и Арцах, и Армении не поднимают вот эти вопросы, чтобы возвращение беженцев, до возвращения беженцев, до окончательного возвращения беженцев, все переговоры временно останавливаются, пока все эти вопросы не будут решены. Потому что, да, получается, что мы как бы свято чтим этот договор и выполняем все эти пункты, а что касается части или доли Азербайджана, который должен также выполнять все эти пункты данного договора, они как бы или не хотят, или специально затормаживают вот этот процесс, чтобы увидеть реакцию и армянской стороны, и стороны Арцаха. И я думаю, что вот в этом деле свою активность должен показать и руководство Арцаха, потому что именно руководство Арцаха, на мой взгляд, должен поднять вопрос и о НКР, и о возвращении беженцев, и все вопросы, которые на сегодняшний день тесно связаны с Арцахом. Потому что, ну, со стороны, когда смотришь, такое впечатление, что как бы там нас не касается, что там договорятся, не договорятся, мы просто выполняющая сторона. Такого не бывает. Если вы власть на сегодняшний день, которая контролирует хотя бы половину Арцахской республики или, я не знаю, половину НКР, вы должны поднять все эти вопросы и перед командованием миротворческих сил, и перед Российской Федерацией, и перед Азербайджаном, и перед властями Армении. Также Пашинян заявил об опасности войны, что вот как бы Азербайджан затормаживает весь этот процесс, и некоторые эксперты говорили о том, что тем самым Пашинян как-то готовит к сдаче новых территорий. И как вы считаете, есть ли опасность новой войны в ближайшее время? Опасность новой войны всегда есть, если иметь в виду, кто наш враг, и смотреть историю отношений Армении и Азербайджан. Всегда, когда Армения показывала слабость, и всегда, когда Армения показывала нерешительность, Азербайджан всегда воспользовался этим моментом и наращивал свое присутствие у границ Армении, и вообще, беря под контроль даже нейтральные территории, которые были между границами Армении и Азербайджана. Вот наглядный пример ситуации на границе с Нахадживаном. В 19-м или в 18-м году нейтральная территория перешла под контроль вооруженных сил Азербайджана, и сейчас дорога государственная, которая связывает Ереван и Сюник, в районе Вайоззора она уже просматривается и простреливается вооруженными силами Азербайджана. Вчера как раз был инцидент, когда вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по гражданской машине у села Ельпин. Это говорит о том, что нету никаких гарантий, что завтра вот эти стрельбы не будут становиться все чаще. И, слава богу, вчерашний инцидент не привел к человеческим жертвам, но нету гарантий, что в следующий раз гражданское население или, я не знаю, наши военные не будут целью вооруженных сил Азербайджана. Все эти вопросы пока что открыты, и на эти вопросы никто пока не дал никаких внятных ответов. А что касается, возвращаясь к вашему вопросу, опасности войны. Опасность войны всегда есть, и я думаю, что пресечь это мы можем, только усиливая нашу армию и перевооружая нашу армию, потому что нам говорят, что мы хотим мира, и мы открываем эпоху мира. Да, можно открыть эпоху мира, но и открыть эпоху мира, и перевооружаться, и усилить свою армию. Никто один другому не мешает, и кто не отменял тот момент, что нужно всегда быть на готове, зная, кто твой противник. И мы не первый год знаем Азербайджан, мы знаем Азербайджан уже как минимум 100 лет, поэтому всегда нужно быть на готове отражать все эти вылазки, которые будут со стороны нашего противника. Во всяком случае, в их риторике и в риторике их ближайшего соседа, соратника Турции, звучит постоянно то, что они хотят дорогу через Сюник, коридор через Сюник, и что в случае, если Армения не предоставит, они возьмут это силой. То есть получается в логике того, что Армения представляет с позиции слабого, они в принципе могут этот сценарий развития взять как бы вот тоже на пролом силой. Я не думаю, что они пойдут на это, просто Турция блефует, на мой взгляд. Они имеют уже информацию, что коммуникации будут открыты. Но они для внутренней аудитории это представляют как Зангизурский коридор. Никакого Зангизурского коридора не существует и не может существовать. По договору 9 ноября коммуникации в регионе, все коммуникации должны быть открыты. Это означает, что жители Нахиджевана имеют возможность связаться с остальной частью Азербайджана по сухопутной дороге через территорию Армении, в частности через Сюник. Это также означает, что граждане Турции, которые имеют общую границу с Нахиджеваном, они могут также через Нахиджеван и через территорию Армении связаться с остальной частью Азербайджана. Но это не означает, что мы предоставляем им коридор. И вот такого мышления, как на сегодняшний день это популярное слово, коридорского мышления, такого нет и не может быть. Просто Азербайджан и Турция, заранее зная, что все дороги и все коммуникации в регионе будут открыты, они уже блефуют и для внутренней аудитории, для своих жителей. Они говорят, что вот мы какие воинственные, что побоялись нас и открыли все дороги. Такого нет и не может быть. Потому что нападение на территорию Армении напрямую со стороны члена НАТО это большая проблема. Я думаю, что Турция сто раз подумает перед тем, как начать вот эту авантюру. Мы видим, что на сегодняшний день на Украине происходит. Поэтому я думаю, что Турция блефует. И здесь мы можем быть спокойны и не нужно поддаваться на эти все риторики и на все эти высказывания. Вот мы силой возьмем, не дадут. Они знают, что на сегодняшний день в Армении внутренняя непростая ситуация внутриполитическая и что вера части нашего общества к властям или нету, или она очень мала. И поэтому они разыгрывают вот эту карту, чтобы сеять панику в рядах нашего народа. Я думаю, что народ может спокойнее быть. Никакого военного вторжения со стороны Турции нет и не может быть. Я повторюсь, они заранее знают, что все эти дороги будут открыты. И они просто для внутренней аудитории вот эту информацию предоставят, вот эту информацию преподносят, что вот мы такие сильные, что испугались нас и все эти дороги открыли. И вот про налаживание отношений Армении и Турции. Недавно опять была встреча двухсторонняя. И уже достигли каких-то договоренностей, что жители, граждане третьих стран могут сухопутную границу пересекать. На ваш взгляд, вообще вот как будут развиваться эти отношения? И вот многие говорят об опасности, что вот открыть границу с Турцией, мы в любом случае должны ее открыть. Ну что вот там будет экономическая экспансия, будет культурная экспансия. То есть, как мы можем этому противопоставить, что мы можем этому противопоставить и как? По поводу переговоров, которые на сегодняшний день, если я ошибаюсь, уже четвертый раунд переговоров ведется с представителями Турции. Турция всегда ставила перед нами два вопроса. Ультиматум был по двум направлениям. Первый. Турция откроет границу только тогда, когда разрешится Нагорно-Карабахский конфликт. На сегодняшний день власти Азербайджана говорят, что никакого Нагорно-Карабахского конфликта уже не существует. Ну, правда-неправда, верить-не верить, это другой вопрос. И второй ультиматум, который всегда ставила турецкая сторона, это отказ от международного признания геноцида. Так как я не знаю подробностей переговоров, которые ведутся, я не могу сказать. Перед нашими делегатами ставился вопрос о отказе от международного признания геноцида или нет. А что касается, чтобы знать, если этот вопрос не ставился, то тогда думать о скорейшем разрешении вот этого вопроса спора между Арменией и Турцией об открытии границы, я думаю, что пока рано об этом говорить. Если, повторюсь, если этот вопрос не ставился. Если этот вопрос ставился и после этого ведутся переговоры, здесь уже второй вопрос. Этот вопрос уже к властям Армении. Приняли ли они условия Турции об отказе от международного признания геноцида армян. Что касается экономической составляющей. В мире невозможно жить, все время жить в условиях закрытых границ. Эти границы когда-нибудь должны быть открыты. Мы имели 30 лет, чтобы подготовить нашу экономику. Мы знали, что производит Турция. Мы знали, какая мощная у Турции есть экономика. И мы имели достаточно времени, чтобы подготовиться. Но если мы до сих пор не готовы противостоять турецкой экономической экспансии, я думаю, что вина у нас, а не в Турции. Что мы не готовы противостоять экономической экспансии Турции. Да, у Турции развитое сельское хозяйство, у Турции развитое машиностроение и так далее и тому подобное. Мы можем использовать вот эти возможности, импортировать машины для текстильной промышленности, я не знаю, для тяжелой промышленности, тем самым развивая нашу экономику. Но здесь вопрос, а мы имеем такой план развития экономики Армении или вообще не имеем? Потому что если для нас сельское хозяйство главная составляющая экспорта продуктов Армении из Армении в Россию, но мы до сих пор не имеем министерства по сельскому хозяйству, здесь, наверное, вопрос к армянской стороне. Если говорить о том, что, например, турецкая продукция, текстильная продукция качественнее и дешевле, чем та, которая производится в Армении, у нашего населения будет столько патриотизма, чтобы не покупать турецкое, а покупать армянское? Вот все эти вопросы, которые, я думаю, что вот этими вопросами нужно заниматься, чтобы понять, имеем ли мы вообще возможность противостоять турецкой экономической экспансии или нет. По моему мнению, на сегодняшний день мы не имеем такой возможности, но это не значит, что мы должны просто так сидеть и смотреть, как Турция поглашивает экономику Армении. Я думаю, что нужно работать, нужно маленькими, но уверенными шагами пойти вперед. У нас есть, мы получаем газ дешевле, чем Турция, мы получаем газ от нашего стратегического союзника, и в этом плане мы можем договориться с ними, чтобы для экономики Армении, для тяжелой и легкой промышленности Армении газ был по другой цене, чтобы противостоять турецкой экспансии. Вот это все вопросы, над которыми наши экономисты и Министерство экономики, и вообще правительство Армении должны очень плотно заниматься вот этими вопросами. Если заняться, если работать, я думаю, что нам удастся избежать экономического поглощения Турции, как было, например, в Грузии. В связи с этим решение этих вопросов, решение, связанное с Карабахским конфликтом, многие сейчас в Армении политические деятели, культурные деятели видят в том, чтобы Армения пошла бы на более глубокий уровень интеграции с Россией, вплоть до вхождения в союзное государство России, Беларусь. То есть, на Ваш взгляд, насколько решение этих вопросов может быть вот таким путем? То, что мы должны углублять наши стратегические отношения с Россией, это вопрос, который не обсуждается. Второй момент, будет ли Армения в составе нового союзного государства или присоединится Армения к союзному государству Россия и Беларусь, я думаю, что на эти вопросы должны отвечать государственные деятели, которые напрямую занимаются вот этими вопросами или не занимаются этими вопросами. Но то, что экономическое плане и плане безопасности мы очень тесно связаны с Россией, это факт. И то, что порядка 2 миллиона человек живут в России, это тоже факт. И то, что поступающие трансферы примерно равны годовому бюджету Армении, это тоже факт. Я думаю, что все эти факты должны быть объединены. И в дальнейшем, я думаю, что должны быть проводены работы и шаги для углубления интеграции с Россией. А потом, будет ли эта интеграция только экономической или за этим последует политическая, культурная и другая интеграция, я думаю, покажет время. Но если смотреть, что на сегодняшний день происходит на постсоветском пространстве вообще, я думаю, что или в ближайшем, или не в ближайшем будущем Армения все-таки сделает этот важный шаг в направлении членства или в союзное государство Россия-Беларусь, или в образовании нового союза на территории постсоветского пространства. Ну вот в международных отношениях мы видим, что сейчас очень резко обострились отношения России и Запада. НАТО назвал Россию главной опасностью миропорядка и Европы. То есть вот такая эскалация. И на ваш взгляд, и вообще вот то, что происходит, мы вот идем на сближение с Россией. Вообще, как будут развиваться дальнейшие взаимоотношения НАТО и России, и вот особенно как это отразится на нашем регионе. И в этом плане еще такой маленький подвопрос, вот в связи с открытием тут посольства Канады, Россия, которая обычно никогда не вмешивается во внутренние дела, посольство России выступило с заявлением, что беспрецедентное вообще... То есть вот как, на ваш взгляд, наш регион вот в такой вот конфронтации, где он окажется? То, что происходит на сегодняшний день на постсоветском пространстве, это результат безответственной политики Запада в отношении постсоветского пространства. Не только в отношении России, но и вообще в отношении постсоветского пространства. То, что они себя возомнили, как они говорят, золотым миллиардом, на деле получается, что они не золотые и не миллиард. Потому что на сегодняшний день жизнь показывает, что экономически они очень зависимы от российских энергоресурсов. И то, что сейчас экономика, крупнейшие экономики, как Франция, Германия, Великобритания, дают трещину. Крупнейшая экономика мира, как Соединенные Штаты, уже там идет рецессия, и они со дня на день, я думаю, что признают это. Это говорит о том, что политика себя не оправдала. Что на самом деле все народы и все государства равны. И что не нужно с государствами и с народами говорить, как у нас говорится, с высоты смотреть на эти государства. Потому что все народы и все государства, они имеют полноправные и права, и голос имеют в ООН. Поэтому в этом плане, я думаю, что то, что НАТО объявило России своей главной угрозой, я думаю, что это не поможет разрешению всех тех проблем, которые на сегодняшний день есть. И в частности в Украине. Но есть и другие участки, как бы, так сказать, фронта, где Запад активно работает. И одна часть это Южный Кавказ. Ну, если взять Южный Кавказ, они понимают, что Армения в этом плане отличается, потому что Армения член УДКБ, военно-политический союзник России, и я думаю, что они полагают, что нужно начать именно с Армении. То, что объявление или заявление посольства России в Армении, я не думаю, что это вмещательство во внутренние дела Армении. Потому что заявление посольства России адресовано напрямую Канаде. И потому что, да, вы правы, что мы не можем вспомнить, что раньше были вот такие объявления, но мы тоже не можем вспомнить, что раньше государства напрямую говорили и не скрывали своих планов по поводу открытия дипломатического представительства в тех или иных государствах. Канада на сегодняшний день не скрывает это. Она говорит, что главная цель, одна из главных целей и задач открытия посольства Канады в Армении – это противостояние российскому влиянию в Армении. Я думаю, что вот это главный вопрос, который тоже должен беспокоить и властей Армении. Потому что что означает бороться с влиянием России в Армении? Это означает, что Канада будет здесь создавать некоммерческие организации, которые будут работать на территории Армении и иметь антироссийскую направленность. А это уже внутреннее дело Армении. И власти Армении и, в первую очередь, Министерства иностранных дел должны делать все, чтобы не позволять ни России, ни Канаде сделать из территории Армении такой плацдарм, где оба этих государства и сверхдержавы могут столкнуться. Потому что мы из истории имеем, что и до нашей эры как бы и Рим, и Персия здесь сталкивались несколько раз, что привело к разделу Армении между ними. Я не думаю, что будет ставиться вопрос раздела Армении, физического раздела Армении. Но то, что здесь будет неспокойно, это 100%. Поэтому наше внешнеполитическое ведомство должно как-то реагировать на заявления канадской стороны и как бы дать ноту, то, что в этих условиях открытие посольства Канады в Армении преждевременно, пока страсти не будут, как сказать... Не улягутся. Да, не улягутся и пока что не время открывать посольство Ереване. И вот тоже такое международное звучание получило. Вот вчера буквально Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, подал в отставку. Формально это было представлено, что у него там понижен рейтинг, с ним связаны скандалы. На ваш взгляд, это в международных отношениях какое значение будет иметь? Значит ли, что Британия меняет какой-то свой курс или что это? Я думаю, что это означает, что в международных отношениях не нужно выйти за рамки приличия. Когда премьер-министр Великобритании позволяет себе высказывание в адрес руководителя другой среды державы или просто руководителя государства, думая, что им все позволено, я думаю, что они поняли и коллективный Запад, и Джонсон. После Джонсона все, я думаю, что будут давать себе отчет, что в высказываниях своих они должны быть очень осторожными. Потому что одно высказывание премьер-министра Великобритании может привести к таким последствиям, за которых будут отвечать все в коллективном Западе. И я думаю, что главной причиной отставки премьер-министра Великобритании не социальная направленность или социальная напряженность, а причина скроется именно в его высказываниях в адрес президента Российской Федерации и поведении его как премьер-министра сверхдержавы. И после этого, я думаю, что все остальные руководители Большой Семерки сто раз подумают, пока будут высказывать мнение, которое неприемлемо и недопустимо в международных отношениях. То есть на международную политику, на их политическую линию это в целом так не будет влиять и эскалация будет продолжаться? Эскалация будет продолжаться, потому что они из голоса говорят, что судьба Украины решается на поле боя. Поэтому вчера высказался и президент России, что если они думают, что судьба Украины решается в поле боя, то пусть попробуют, посмотрим. То есть неконструктивная позиция и коллективность Запада не помогает разрешению украинской проблемы. Потому что если Запад с одной стороны говорит, что они хотят, чтобы все разрешилось в мирном порядке, а с другой стороны они подкачивают власти Киева новыми и новыми партиями вооружения, это означает, что Киев и Украина для них просто плацдарм для войны с Россией. И еще вот недавно вышла в свет ваша монография, с чем мы вас поздравляем. Спасибо большое. Как на русском будет звучать это? Торгово-экономические отношения советской Армении с 1920 по 1927 год. Можете предоставить? Да, в двух словах, это результат моей научной деятельности, когда я был аспирантом, и пришла в голову мысль, что почему бы не превратить монографию, потому что те вопросы, которые затронуты в этой монографии, и которые были решены в начале 1920-х годов, в частности экономические вопросы и внешнеэкономические вопросы, на сегодняшний день тоже стоят перед Республикой Армения, потому что в монографии об этом написано, что в начале 1920-х годов у нас была довольно очень сложная ситуация, внутриэкономическая ситуация, и способом разрешения, одной из способов разрешения вот этой экономической ситуации стало налаживание торгово-экономических отношений не только с советскими республиками, но и с Турцией, и в первую очередь с Турцией и с Ираном. И думаю, что исторический опыт может помочь, на мой взгляд, для разрешения и укрепления, и развития вот этих торгово-экономических отношений и с Азербайджаном в будущем, если такие отношения будут установлены и с Турцией, и развитию отношений с Ираном, потому что все те вопросы, которые здесь были подняты, на сегодняшний день тоже существуют, и никто их не отменял. И с этой книгой можно ознакомиться в библиотеках? Да, на сегодняшний день монография уже есть в общественной библиотеке, так сказать, и в библиотеке Ереванского государственного университета, и в библиотеке Академии наук в Республике Армения. Пока что в магазинах, в книжных магазинах монография не представлена. Хорошо, спасибо вам большое за ваше время и за интересный интерьер. Я тоже благодарен, спасибо за приглашение.